здравствуйте батюшка от наших подписчиков поступило несколько вопросов если можно и засчитаю что для вас красота в человеке какие люди вас вдохновляют красота в человеке может быть разное конечно может быть да что-то открывается ты видишь какую-то цельность какую-то устойчивость какую-то глубину а где вы таких людей встречается ну вот откройте в ю тубе что-нибудь о митрополите антони сурожском вы увидите очень красивого человека я недавно смотрел у него есть такая серия серия таких интервью но это даже не интервью это беседы его в храме и эти беседы они уже наверное такие знаете незадолго до его кончины там видно что ему даже физически тяжело что он он говорит но это вот беседа ему дается огромным огромным трудом я вот так посмотрел знаете меня очень впечатлило и на фоне этого образа вот этого человека который подбирает слова который пытается сформулировать какую-то свою мысль и так видно что ему тяжело вот как-то он находится в таком состоянии вот но на фоне вот этого если посмотреть что-нибудь другое вот как кто-нибудь другой сыпет из него как из рога изобилия сыпется знаете какие-нибудь первые такие и сразу понимаешь вообще что это все не настоящее вот у митрополита антони это настоящее и и и даже вот там у него есть несколько роликов и где-то ему полегче получше ему и вот ты чувствуешь что чем лучше человеку чем физически ему легче проще он себя чувствует здоровее тем меньше в нем человека когда человеку очень тяжело в нем вдруг открывается такая красота там была одна беседа и он говорил там была серия бесед называется вот кому интересно посмотрите обидать называется я хочу поделиться да и он прям сидит в храме на фоне иконостаса там такой столик и он так говорит и вот одна видно что какой-то момент ему было просто просто вообще очень тяжело и он говорил говорил а потом остановился и говорить я не больше не могу и закончил беседу так она очень короткая было и в конце так вот они он помолился и в конце говорит простите простите что вот так все их вышло и в этих словах было столько настоящего вообще такая красота вообще так и я и понимаю что что вот эти все наши слова вот эти все наши такие узнаете иногда какие-то какие-то остроумие какое-то вот умение как-то какие-то вовремя там цитаты привести это все такое ненужное когда ты видишь человека и видишь что этому человеку дается слово с болью и все-таки он говорит это слово и это слово самое-самое такое вы знаете обычный не знаю меня это очень вдохновляет я просто вообще я я был под таким впечатлением думаю вот это да вот это вот это сила вот это у меня вот такие вещи вдохновляют я не знаю трудно объяснить почему именно но вот как-то вот надо даже на как-то на сравнении это очень чувствуется может еще а вот есть беседы архимандрита сохраняем тоже 90 с чем-то лет потом правда без видео ну да но все-таки это тоже это другая культура это все-таки такое дореволюционное еще воспитание может поэтому тоже так привлекают а может и неплохо может лучше бы нам на такое вот и ориентироваться тут я уже говорил это приводил это вы рассказывали что в программе стали сокращать пушкина потому что жизнь очень далеко ушла от пушкина но так вот объясняли что в школьной программе есть вещи которые надо вырезать сокращать потому что современные уже не понимаем современным детям это трудно а может быть на самом деле неправильно наоборот может быть надо наоборот все больше в это возвращаться понимаете и вот это дореволюционное да действительно ты чувствуешь культуру ты чувствуешь такой такт и чувствуешь какая как вот все таки чек подбирает правильно слова как он пытается сформулировать свою мысль чтобы эта мысль была знаете такая не ну как бы сказать правильно чтобы она была не не просто как какой-то какими-то лозунгами эти слова стали не просто какими-то провокационными какими-то такими формулами а чтобы в этих словах была какая-то взвешенность какой-то жизненный опыт и даже где он шутит он там даже там где он шутит он говорит это так так красиво вообще он рассказывает ну все знают этот эпизод да когда он читал молитву чтобы мышей в доме не было и вот он рассказывает об этом эпизоде он рассказывает беседа о том что некоторые молитвы которые мы читаем они не касаются нашего сердца что вот они для нас чуждые и что и что тогда делать он привел такой эпизод и собственной жизни что вот у него был такой случай когда он жил значит в доме и в этом доме завелись мыши эти мыши приносили очень много неприятности такой вот и он вдруг вспомнил что в каком-то старом требнике есть молитва на ну такая вот чтобы изгнание мышей да вот и эта молитва очень такая знаете длинная и там перечисляются многие-многие животные которые могут досаждать человеку с такими названиями в общем ну то есть это и он стал читать эту молитву так просто чтобы с ней ознакомиться и вдруг понял что вот ну как-то она совсем для него чуждая эта молитва она как-то ну вообще она так и по своему стилю ну я сейчас уже может домысливую но вот так вот как я понимаю что она и по своему стилю и по содержанию и по продолжительности она такая неудобоваримая в то же время вот это есть молитва и тогда он раздумал и раздумал что ему делать и решил что помолиться все таки этому святому который молитву составил и он так попросил этого святого что я вот как-то совсем не чувствую этих слов которые ты написал но ты на для не тебя для тебя эти слова были наверное очень живыми потому что иначе бы они не остались просто в требнике не остались бы вот такой запечатленной форме ты как сказать ты мои эти слова вот прими и уже наполни их своей такой вот благодатью своей веры а потому что у меня эти этой веры это и такой вот благоговения даже вот такого не хватает вот и он значит надел и петрахиль и значит сел на диван и стал ожидать пока не выбежит какая-то мышь и вот выбежала мышь вот и антоний срожский митрополит он так красиво это рассказывает это не забавный случай понимаете из тиктока вот даже вот даже этот эпизод он рассказывает удивительно красиво вот он не делает из этого никакой хохмы он говорит об этом совершенно серьезно как о случае который вот ну такой вот из практики священнослужителя и вот он говорит что это выбежала мышь на середину комнаты вот и он ей сказал подожди и и мышь остановилась сейчас я прочитаю тебе слова а ты внимательно послушай да и передай всем остальным и он увидел что мышь остановилась и стал внимательно на него смотреть и он стал читать значит этот текст и вот в этот момент антоний срожский так улыбнулся слегка и говорит что я читал по церковнославянске по церковнославянске это и английской мыши вот даже этот эпизод понимаете он как-то очень деликатно это рассказывает очень красиво вот такие вещи меня вдохновляют они меня я понимаю что на это можно равняться на это надо как-то ну как-то к этому можно как-то стремиться ну это такой своеобразный действительно и дар и воспитание и культура такая но я думаю что нам надо все таки не не терять вот эту связь понятно что мы живем совершенно в другом мире воспитанным и совершенно в другой эпохи какой-то и и наша речь и наши образ мысли совсем другие но все таки вот можно было бы так вот вдохновляться вот такой высотой вот если говорить о красоте человека то первый образ ну что мышь внимательно все послушала ушла и через какое-то время мыши пропали так мы ты молитву дочитала до конца молитву дочитал до конца о чем ты говоришь что даже если ты молитвы не понимаешь ahead стать потому что даже не понимаешь старайтесь эту молитву но вот как то помолиться самому составителю этой молитвы и как-то попытаться эти слова чтобы они будут да не будут не совсем вашими но если мы будем их внимательно читать и с таким каким-то пониманием, что для кого-то из святых эта молитва, этот текст, который был написан, они для него составляли полноту жизни. И нам надо в эту полноту как-то вживаться, врастать. Хотя на сегодняшний день они нам, может быть, не совсем понятны. Но вот про это. Мне кажется, чтобы стать таким человеком, это нужно просто с детства увидеть перед собой такой пример, чтобы он так автоматически запечатлевался. А если ему этого не дано уже, то... Почему? Но этот же пример можно найти и в литературе. Если мы живем не только в окружении живых людей, но нас еще окружает какой-то мир культуры, искусство, литература, поэзии, музыки, живопись. Я думаю, если у вас в комнате будет висеть большая репродукция какой-нибудь Рублевской иконы Архангела Михаила, время от времени вы будете слушать Баха и читать Пушкина, я думаю, что это обязательно отразится на вас. Конечно, если вы будете смотреть только ТикТок и слушать этого Моргенштерна или как его зовут, то это тоже отразится на совсем другом. Не, так можно даже не Моргенштерна, а кого-нибудь, я не знаю, да, или вот. Да, то есть я думаю, что надо как-то вот себя действительно, ну так, ну как-то, чтобы вокруг нас была гармония, даже вот такая вот как бы гармония искусства, которая поможет нам, ну как-то увидеть вокруг и в себе тоже увидеть то, на что стоит обращать внимание. А на какие-то вещи просто надо уметь не обращать внимания, наверное. Один вот из вопросов, кстати, был, какую музыку вы слушаете? Ну, я признаю честно, что я вообще почти сейчас не слушаю никакую музыку. Кроме участия в богослужениях, вот вся музыка у меня как-то свелась к нулю. Ну, как-то так вот на сегодняшний день. Я больше слушаю книги, аудиокниги. Это тоже музыка, кстати, своеобразная. Потому что не каждый чтец, который читает книгу, он не каждый ложится вот так вот на восприятие. Есть какие-то у меня вот такие излюбленные авторы, которые, ну, воспроизводят тексты, вот их голос, их манера чтения, их темп. Ну, наверное, это тоже своеобразная музыка, которая для меня вот такая, ну, родная, что ли. Это кто? И Евгений Терновский, и Вячеслав Герасимов. И что вы сейчас слушаете? Анну Каренину. Которую раз вы? Во вторую. Ясно. И тут вот вы говорили о красоте, которую вы видели в таком пожилом человеке. А тут вот, правда, это женщина, вот она спрашивает, как спокойно относиться к тому, что стареешь? Тут непонятно, как бы, что человек имел в виду, или какие-то внешние изменения, или там изменения в состоянии здоровья. Ну, вот известно, что ей уже там за 40, у нее маленькие дети. Вот, что переживает, может, за детей, или за свой внешний. Это бывает, переживают, вот у меня есть знакомые, ну, тоже вот усыновители. Обычно люди на этот шаг решаются уже в таком возрасте 40+. И там вот мама, когда услышала, когда на нее красноречиво посмотрели и задали вопрос, а вы кто ребенку? Бабушка или мама? Кто это? Вот. То она после этого резко пошла там делать пластические операции. Я не знаю, как спокойно к этому можно относиться. Наверное, это такое испытание для человека, испытание, которое надо прожить, который период такой, увядание такого. Ну, это испытание, да. Не только для женщин, наверное, и для мужчин это тоже как-то непросто. Ну, ваш ответ, что спокойно относиться к этому невозможно. Нет, ну, наверное, по-разному бывает. Кого-то, может, это меньше тревожит, кого-то больше. Но я думаю, что это одно из неких испытаний, которые на долю человека выпадают в этой жизни. Есть разные такие, знаете, трудные в жизни. Переводы? Ну, даже не переводы, а какие-то трудные вещи, с которыми ты сталкиваешься. Потеря, вот кто-то умирает из твоих близких. Это серьёзное испытание. Но, как и всякая, ну, болезнь, предположим, это тоже, особенно если это болезнь такая тяжёлая, где человек приходится там долго лечиться, он теряет как бы работу, может быть, теряет, может быть, друзей даже из-за своей болезни. То есть есть какие-то испытания, которые в нашей жизни сопутствуют на нашему такому жизненному пути. И эти испытания не так-то легко, знаете, человеку преодолеть, особенно когда вот ты жизненно с ними сталкиваешься. Когда ты просто об этом слышишь, ну, где-то там, знаете, вот что-то там у кого-то, то вроде бы всё так легко и просто. Но как только это касается лично тебя, бывает, что даже простые вещи, самые простые вещи, они становятся достаточно серьёзными такими, ну, барьерами такими, которые не так-то просто перепрыгнут. Ну, какие простые вещи? Ну, самые простые вещи, ну, я не знаю. Ну, человек вот... Ну, вот у меня, например, падает зрение. Я это чувствую. Вот я как художник постоянно, для меня этот инструмент очень важен. И для меня это очень серьёзное такое вот... Ну, я не понимаю, как дальше, что будет. Вот, а что будет через пять, через десять лет? А раньше я об этом вообще не думал. У меня всегда было хорошее зрение. Я вообще даже не подозревал, что когда-нибудь это коснётся меня. Сейчас мне это, ну, начало как-то касаться, да. Я раньше, ну, вот я аж в алтаре там бывает полумрак, и смотрел, думаю, что там эти батюшки, что им всё нужно там, света побольше включить, что всё, шрифт им нужно покрупнее. У меня был такой служебничек, там такой мелкие-мелкие букочки такой. И я всё, даже в такой достаточно полумраке, я всё видел хорошо и так поглядывал на всех, и думал, чего им не хватает. А сейчас я сам такой же. Сейчас мне тоже хочется и чтобы посветлее было, и чтобы шрифт был покрупнее. И это тяжело вот как-то с этим смириться. Тяжело, потому что, ну, меня это как-то вот, ну, не радует, совсем не радует. Так это только какая-то мелочь. Поэтому да, ну, а с другой стороны, видите, ну, наверное, как и всякий такой вот жизненный этап, это, ну, неизбежно с одной стороны, и необходимо нам войти в эту полосу жизни. И, ну, не испугаться, наверное, поверить, что с этим увяданием, наверное, приходит что-то и другое, то, чего, может, раньше мы не имели. Какой-то опыт появляется. Какой-то появляется, может быть, ну, то, что даёт нам возможность как-то поглубже как-то заглянуть в происходящее, в себя, в ближних. Поэтому надо это воспринимать как-то в комплексе, не в отрыве от всего, да. Если в отрыве, то это, конечно, очень грустно. А если как-то в целом вот так вот к этому относиться, то, наверное, тогда как-то легче. И такой тоже похожий вопрос у нас уже был о роли женщины. Тут уже теперь уточняется о роли женщины в семье, какая она должна быть, особенности православной идеальной женщины. Многие считают, что её спасение в служении прислужилось, что вся атмосфера на женщине, так ли это? Ну, имеется в виду, наверное, в семье. Это разные бывают варианты, наверное. Где гармония, чтобы без перегиба? Бывают разные варианты. Я думаю, что всё зависит от конкретной жизненной ситуации, от конкретного семейного какого-то микро-такого климата, который создаётся не только одним человеком, действительно, а создаётся всей совокупностью, понимаете. людей, которые вместе живут. И тут у каждого действительно своя особая уникальная роль. Но бывают такие люди, знаете, вот такие светлые люди. Но это дар Божий, конечно. Эти светлые люди, они обычно так умеют всё делать, что, во-первых, никогда не догадаешься, что им трудно что-то делать. Им всё время кажется, что им это всё легко даётся. А во-вторых, они так умеют создать атмосферу вокруг себя, что они, являясь как бы центром этой жизни, в то же время никогда не давлеют над тобой. Они всё время дают только тебе возможность жить, радоваться. Вот это уникальный дар такой. А кого вы имеете в виду? Может, бабушку свою? Ну, да, свою бабушку. Я так про неё и подумала. Уникальный дар, который, если у кого-то есть он, то все, кто рядом с ним, это счастливые люди. Они просто... Для них это... Такой будет рай просто. Ну, она такая, да, жизнерадостная была, и хозяйственная. Но я думаю, что все так не могут. Даже если человек, понимаете, как-то он и захочет так, у него всё равно не совсем будет так получаться легко, если это не дано тебе. Ну, так, от природы просто. Но стремиться к этому надо, конечно. Потому что иногда у человека совсем в голове такая другая модель. Он зациклен на себе, он только думает как-то всё устроить, чтобы было ему удобно и хорошо. И тогда, конечно, жизнь становится тяжеловатая такая, совместная. Потому что каждый тянет это на себя. И, понимаете, всем плохо, все недовольны, все раздражены. Ну, такая атмосфера в семье тоже не так редко бывает. Поэтому, ну, какая тут идеальная? Наверное, идеальная всё-таки было бы, вот как вначале я говорю, что человек жил, радовался. И в то же время не то, что он, понимаете, служил, как вот вы говорите, служение, что в смысле человек мучился и как бы всех ещё упрекал в этом, что я вот ради вас тут стараюсь, вы меня не цените. То, конечно, такое оно не подарит какую-то гармонию. Это будет такое ощущение, что ты обязан, что тебе хочется избавиться от этого. Ну, как-то это тяжело. А вот совсем по-другому, когда человек именно находит радость для себя именно в том, чтобы всем вокруг было хорошо и получает от этого счастье. Так бывает тоже. Если у вас так получится, мне кажется, что больше уже ничего и не надо. Это уже всё, это уже преддверие рая, уже здесь на земле. Ну, дай бог, чтобы так вот так как-то себя настроить на эту волну. Ну, это действительно, я думаю, что это такая очень важная роль. Если мама в семье вот такая, то это счастье для всех. Ну, это просто вот если одним словом это качество характеризовать. Жизнерадостность, лёгкость характера. Ну, я не знаю, как это, одним словом не скажешь это. Ну, это такой вот, да, любовь. Такая вот любовь. Такая очень светлая, очень какая-то неэгоистичная такая любовь. Которая, вот ещё особенная такая, наверное, особенность вот этого в том, что когда человек живёт в такой атмосфере, он часто совершенно даже не замечает. он не отдаёт себе отчёта, в чём причина вообще, почему всё так хорошо. Ему кажется, что так везде и всегда, и будет так. И только потеряв это, он начинает понимать, что на самом деле это было особое что-то, знаете, особое какое-то, ну, особый какой-то период в его жизни. Такой был. Ну, так часто бывает, что человек, имея что-то, он это не совсем может так, ну, адекватно оценить, но в этом случае в особенности, что это как-то очень естественно, это как-то очень так вот, ну, как бы, как само собой разумеется, как светит солнце, как цветут цветы, вот как бы оно, это чудо, но это чудо такое, как бы обыкновенное, да, то есть оно не такое, не то, что там уже ты, что-то такое прям тебя поражает, нет, оно все очень тихое, спокойное, очень такое, знаете, незаметное, но это чудо, вот. И вот для меня вот такой вот внутренний какой-то идеал, если, ну, но это для меня, может, может, в какой-то другой ситуации нужно совсем, может, нужны какие-то, наоборот, решительные люди, знаете, такие целеустремленные какие-то, там, ну, не знаю, какие еще, мужественные, там, может, такие тоже, в какой-то ситуации нужны, мужественные женщины, ну, ну, да, мужественные женщины, мужественные, но у меня вот такой вот, как-то, в детстве, наверное, этот образ как-то так запечатлился, и, ну, и как-то вот так, вот сейчас я понимаю, что это, что это очень важно. Ну, да, батюшка, вы как художник все так мыслите, образы не пытаетесь донести, но это ценно, вот, вот у вас, да, в вашем таком беседах, ну, многим это нравится, да, ну, а как вот человеку послушать это, и просто как-то вдохновиться, и стать таким солнышком, да? Ну, да, конечно, ну, надо найти, наверное, для себя такой пример, опять же. Может быть, где-то мы найдем человека, там, в нашем окружении, на работе где-то такого похожего хотя бы человека, и попытаться так на него поглядывать со стороны, смотреть, как он себя ведет, в той или иной ситуации, и пытаться это как-то применить. Я уже делился, я рассказывал, что у меня вот в академии, во время учебы, произошел такой очень непростой какой-то кризис, потому что я как-то потерял ориентиры. Это произошло примерно на третьем курсе, я почувствовал, что как-то то, что мне хотелось, у меня не получается, то, что от меня требует, я не могу сделать, и мне это не нравится. И вот как-то, знаете, такая сбивка, сбивка ориентиров, она всегда тяжела, потому что ты как бы на ровном месте буксуешь, и время уходит, и вот, но это был такой тяжелый период просто какой-то, он длился вот так, несколько месяцев. И меня вывело из этого тупика вот как раз-таки вот подражание, подражание другому человеку. Я как-то нашел в ценном фонде там какую-то работу случайную, мне она очень понравилась, и я первое время просто ходил, на нее смотрел бесконечно. Вот весь у меня свободное время я приду, сяду, сяду и смотрю на нее. Когда еще телефонов не было? Да, телефонов не было, надо вживую было смотреть. Приду и смотрю. И чувствую как-то мне, как-то вот я от этого смотрения, что-то у меня внутри, как-то все успокаивается, я как-то приобретаю какой-то, какой-то фундамент вырастает там, понимаете, какая-то крепость, какую-то, но это вот, я прям вот сознательно это делал, вот приходил и смотрел. Потом я стал пытаться подражать этой работе и узнал, кто эту работу написал и стал смотреть все эти, этого автора, все эти работы. Художница Лора Макатунь. Да, и как-то вдохновляться этим. И как-то вот через это подражание потом как-то вышел из этого тупика. Вот я думаю, что и в жизни нашей тоже так вот может быть, что мы, потеряв какие-то ориентиры, чувствуя, что что-то у нас не получается, а может иногда нам и со стороны это говорят, что ты тут не справляешься, тут ты плохо, тут у тебя не так. Можно так запутаться, потому что действительно много очень задач, много целей, много каких-то ожиданий таких. И в этом во всем калейдоскопе можно растеряться. И вот мне кажется, очень важно, чтобы мы нашли в своем окружении в каком-то ближайшем какого-то человека, в котором бы мы увидели вот эту недостающую нам такую гармонию. И просто смотрели на него почаще. Может подружились бы с ним. Просто побыть рядом с таким человеком это уже достаточно. Даже не обязательно, понимаете, там как-то тесно с ним общаться, это просто видеть его даже иногда. И все. И так потихонечку, потихонечку. Главное, чтобы это подражание не стало таким манерным, понимаете, потому что иногда люди так действительно входят в образ какой-то неестественный для них. Это, наверное, немножко другая такая крайность. А тут как раз-таки надо просто согреться вот в лучах этого солнышка и потом дальше жить. И что-то свое, особенное, проклюнется, и ты почувствуешь дальше, что вот можно что-то делать, что-то как-то справляться с теми какими-то вызовами, которые перед тобой жизнь ставит. Но такой пример очень важен, потому что действительно одному вот так вот можно растеряться. Это с Пушей рядом бывает. Растеряться среди чего? Ну, растеряться, что ты пришел, знаете, на работе тебе говорят одно, там, не знаю, где, дома другое, там, дети третьи, родители четвертые. Каждый что-то от тебя хочет, каждый тебе что-то предлагает, какие-то варианты, а ты понимаешь, а сам ты где? Ты не знаешь, как тебе самому. Ведь очень важно жить в согласии с собой все-таки, с внутренним таким согласием с собой, потому что иногда человек напряжется, понимаете, начнет вот так вот жить искусственной жизнью какой-то. И даже, может, она и правильная, но она такая немного для него все-таки не подходящая. И эта искусственная жизнь, она иногда вызывает надрыв еще больше. Вот человек там, знаете, ну не знаю, стал бегать по утрам. Вот он, вроде дела, хорошее, но вот он может как бы так набегаться, что потом вообще, он вообще ляжет на диван, вообще уже не встанет с него, понимаете? Или там, не знаю, ну разные вещи бывают. А может ему не бегать надо, а просто там, ну проснуться чуть раньше там и внимательно почитать утренние молитвы, а потом там десять раз отжаться. Может, этого будет достаточно для внутреннего баланса такого, понимаете? А человек ставит перед собой порой непосильные задачи, надрывается, мучается, потом унывает, потому что не получается. И это так тяжело бывает. Не знаю, вот... есть такая известная мега-мама семнадцати детей, которая проводит курсы, как быть такой идеальной женой, мамой, хозяйкой. Ну вот меня пугает, честно говоря, всегда вот такое, если честно. Я вот... Мне кажется, что это может... Может, кому-то это и может помочь, а кому-то может быть наоборот. Человек, знаете, он немножко свою меру как-то не почувствовав, он может рвануть, и это будет нездоровое что-то. Поэтому очень важно, чтобы была такая все-таки внутренняя какую-то... Это опять же, все же, конечно, из всего можно сделать крайности. Понимаете? Когда человек излишне к себе прислушивается, излишне прислушивается. И он лишний раз там думает, вот как мне тут сейчас так или так. Иногда, конечно, не надо чрезмерно размышлять, иногда нужно просто брать и делать. Конечно, это тоже нужно. Но в целом все-таки в жизни я думаю, что очень важно, чтобы мы пытались как-то... пытались как-то вообще чувствовать свои возможности. И так как-то брать не слишком, знаете, как-то... как вот штангист, понимаете, чтобы вот эту штангу ее там от пола мы еще оторвать сможем, а потом, когда мы ее взвалим себе на плечи, она же просто нас раздавит. Поэтому нам надо лишний раз вот соразмерять все-таки свои возможности. Я думаю, это очень важно. Как-то вот вы роль женщины сравниваете прямо уж... Не роль женщины, а роль вообще человека. Не в данном случае не то, что женщины, а вообще любого человека. если просто даже взять в семье. Ну вот вы, так сказать, представители сильной половины человечества, мне кажется, вот как хотят там видеть свою жену, чтобы она была и идеальной хозяйкой, чтобы дома было и чисто, чтобы она была кулинаром, чтобы она была хорошим воспитателем, педагогом и детей, чтобы дети там не плакали, не кричали, не дрались, не плевались едой, а вот были воспитаны, хорошо учились, и чтобы вообще там, так сказать, все было прилично. Потом при этом она еще должна быть, ну если она православная, значит, да, ребенок не один, не два, а их три там и больше. Что еще? Чтобы она при этом оставалась стройной, бодрой, здоровой, подтянутой, красивой, привлекательной, женственной, чтобы она была интересным собеседником, ну что-то не обязательно, ну чтобы она была благодушной, реализованной, может еще работала, деньги зарабатывала, и вот что-то как, ну еще что-то все себе перечислять, так просто вот, ну вот есть такие вообще терминаторы, или вот... Да нет, я думаю, что никто с таким списком на самом деле не всерьез, не подходит, да, я думаю, что все прекрасно понимают, что из этого всего, дай бог, чтобы что-то одно хотя бы было. Бывает, что ничего вообще... Надо просто понять, что именно для твоего избранника важнее всего, да, какой пункт, или что. Конечно, да, конечно, семьи же разные бывают, действительно разные, как сказать, такие задачи стоят, да и, наверное, зависит, знаете, одно дело молодая семья, другое дело там люди уже в возрасте, это все очень сильно меняется, человек сам меняется, у него сегодня в приоритете одно, а проходит время, он понимает, что вообще на самом деле это все не важно, что нужны совсем другие вещи, поэтому я думаю, что тут все очень индивидуально, очень. Такой еще вопрос, он такой немножко узкий, касается нашей мастерской, по каким критериям вы оцениваете иконы в мастерской, всегда ли важен профессионализм иконописца, и есть ли в вашем личном собрании икон иконы, которые написаны непрофессионально или не в классической манере, но вам они нравятся, нужно по такому слову. Ну, у меня личного собрания нету просто, если честно, никакого вообще, вот это сразу могу сказать. А по какому критерию? Знаете, на самом деле, действительно, критерии очень сложные такие, потому что я не раз замечал, как очень все меняется. Ну, вот некоторые иконы я, допустим, вижу сегодня, а потом проходит какое-то время, допустим, вот икона висит в храме, я помню свое ощущение от нее, от этой иконы, когда она была только написана, потом проходят годы, и что-то меняется, а потом еще годы проходят, и опять меняется. Это имеется в виду своя икона или ничего? Не только своя, но и не только своя. Ну да, восприятие. Очень меняется, и из этого опыта, изменчивости такого своего видения рождается осторожность всегда, вот у меня лично. Если, если, как вы, знаете, по молодости лет у меня была какая-то такая категоричность в представлении, что хорошо, что такое плохо, то сейчас я не спешу вот так вот однозначно говорить, потому что икона, она, знаете, она живет в каком-то своем особом мире. Вот, допустим, вот она висит где-то в храме, и вот там создается какая-то особая атмосфера. Иногда бывает икона внешне не впечатляющая, но так она органично находится в своем пространстве, так она, понимаете, ну как-то вживается в эту атмосферу, что смотришь и вообще удивляешься, думаешь, вот это да. Я-то ее помню с какими-то недостатками, ну такими чисто художественно-техническими, а вот в этой атмосфере она как бы приобрела какую-то совсем новую какую-то ну новую какую-то жизнь. И смотришь, там уже вообще до этого как-то и не важно на все на это обращать внимание. Поэтому критерии на самом деле действительно очень разные. А профессионализм, он тоже, понимаете, а в чем этот профессионализм? Он заключается иногда в каком-то умении там что-то сделать мелко-тонко, но иногда действительно менее профессиональные вещи они тоже живут и как-то органично. Поэтому такого жесткого критерия нет. Но есть, конечно, у нас критерии это все-таки пожелание заказчика. Вот это накладывает определенные рамки на наше такое творчество. Потому что мы как правило имеем дело с тем, что мы пишем икону конкретному человеку, который все-таки в самом начале озвучивает какие-то свои пожелания, что он хочет увидеть. И нам хошь не хошь мы должны вот в этот его заданный такой коридор попадать. И исходя уже из этого, очень часто я могу какие-то предъявлять претензии. Не потому что мне самому так кажется хорошо, а просто потому что я знаю, что заказчик обращался с этим требованием его мы должны ну как-то все-таки соблюдать. А как у нас есть одна заказчица монахини, она любит все в таких коричневых тонах, да, и там даже все самые, ну вот, какие бы колориты не было иконы, надо его так как сквозь коричневое стекло делать, да? Не, ну разные бывают пожелания, разные какие-то особенности, да. Ну, а может быть вопрос касается вот все-таки, ну вот мы были недавно на выставке современного церковного искусства, да, и вам же там многое не понравилось, а по каким критериям вы оценили, что вот то, что вам не нравится. А где это мы были? Ну где, в Москве. Ну я-то не был, Ну, видео, где я был. А. Может, настроение было плохое просто? Не, но все равно все-таки, как, не знаю, там, ну все-таки, наверное, какая-то церковность у художника она тоже как-то чувствуется, и когда совсем уже что-то такое на грани, ну, как это выразится, далеко стоит от церковного искусства. Ну так. Ну, вы знаете, очень важно, когда все-таки ты знаешь человека, который работает, ты его знаешь конкретного иконописца. Не просто так по наслышке где-то там его видел там один раз и может вообще не видел, а все-таки ты его конкретно знаешь. Знаешь его жизнь, знаешь его, ну, какие-то проблемы, знаешь, с чем он сталкивается и что он преодолевает. Совсем по-другому ты видишь тогда и оцениваешь ту работу, которую он делает, потому что для тебя это становится уже родным, понятным, близким. У тебя пропадает вот этот такой, знаете, холод какой-то отстраненности такой. Тебе не так-то хочется уже рубить с плеча, потому что ты понимаешь, что ты сам такой же. Нет, но все-таки есть какие-то иконописцы, про которых вы говорите, вот я так вообще мне это ну, даже вместе с этим иконописцем мне хочется работать или там вместе в каком-то проекте участвовать, потому что вот у него вот такая... Ну, это очень часто связано даже с таким неприятием самого человека, понимаете, не совсем даже того, что он делает, а скорее самого человека. Бывает же такой вот антагонизм какой-то. Ты с этим человеком, что-то тебя разделяет с ним. И это так ложится такой определенный ну, такой вот на все, что окружает этого человека, все, что с ним связано. Ничего себе признание батюшки. Ну, конечно, только что-то такого. И то же самое наоборот. Бывает, что человек тебе близок ну, вот по каким-то критериям. Может, он не такой уже какой-то великий художник, но просто тебе этот человек симпатичен, ну, и ты как-то совсем по-другому оцениваешь его работу. Тебе как-то она уже кажется не такой уже и, так сказать, сырой, неподготовленной, потому что ну, просто ты знаешь человека, понимаете. Так, мне кажется, мне кажется, в этом вообще ничего нет страшного. Я думаю, что так всегда и было. Мне кажется, что вот заказывали там какие-нибудь люди там картины, там, не знаю, Рембранту или там Рубенсу или еще кому-то. Наверное, им важно было, что не только сама работа, им важно была именно связь с конкретным человеком, потому что эта работа является продолжением личности этого человека. Икона, она как бы не совсем такая, она, это не такая, знаете, не творческая какая-то единица, да, то есть это все-таки опыт церкви, но даже в иконе все равно неминуемо мы чувствуем человека. Если мы смотрим на древнюю икону, мы видим, что ну, что это были какие-то особые люди, это не было просто такое вот средство для зарабатывания денег, в этом творчестве было много всего другого, понимаете, много было какой-то личной драмы, личной какой-то веры, личного какого-то поиска Бога. И этим эта икона нам и дорога, потому что она связана вот с каким-то конкретным человеком. Через этого человека мы получаем связь вообще вот как бы ну как-то тут, мне кажется, все на личном уровне, понимаете. Как только работа какая-то художественная или какая-то безличная, да, вот там искусственный интеллект там взял, как-то создал какую-нибудь картинку, но за ней не стоит никакой личности и она поэтому такая порой для нас не близкая, холодная, не потому что там цвета какие-то, нитя, нет, а потому что за этим не стоит вот человека, понимаете. Вот все, что связано с человеком, он очень, это очень так-то проникает, как бы, он так окрашивает собой все, к чему прикасается. Вот не даром даже иногда хранят там не мощи святых, а даже вот какие-то частицы облачений, в которых эти святые служили или там с чем-то они соприкасались с каким-то предметом, и это становится уже тоже святыней, не потому что она, это сама вещь, сама по себе вот такая, она связана как-то глубинно с человеком, и мы это чувствуем, мы вот прям вот чувствуем, нам вот вот хочется, чтобы этот предмет был как-то вот вот рядом с тобой, он тебе как-то дорог, он для тебя является таким мостиком, поэтому я думаю, что так ничего в этом нет такого предусудительного, понимаете, ну а что-то бывает и не близко, ну а что тут такого, да, что-то и не близко, почему нет, почему все должно быть так уже, знаете, со знаком плюс. То есть какие-то критерии у вас неуловимые, главное, чтобы человек был хороший, и с ним не было антагонизма. Не, ну конечно, не так все просто, вот, человек, конечно, хорошо бы, чтобы он был хороший, да, я думаю, что иногда бывают, конечно, исключения, да, иногда человек в своем творчестве, он как бы себя, ну, перерастает, что ли, он делает нечто такое, что становится уже больше, чем он сам, так тоже бывает иногда. И в таком случае, может быть, даже эта работа его, она как бы вдруг, я сейчас так немножко пофантазирую, но вот это очень интересная, мне кажется, мысль, очень интересное такое направление. Мне кажется, иногда творчество человека, оно может быть таким заступником, таким, знаете, ходатаем перед Богом за него самого. Оно может оправдать его человеческие грехи и немощи, если это такое настоящее, что ли. А так тоже может быть. Человек может быть по-человечески, но может быть совершенно каким-то, ну, не впечатляющим. Может касаться писателей, музыкантов, да? Ну, любого человека, наверное. Ну, вот, наверное, чем и ценно творчество вообще, вот именно с такой метафизическим таким измерением. Потому что, если это просто вот сиюминутно мы рассматриваем, ну, человек что-то делает, ну, делает и делает, да. Но хочется видеть в этом творчестве именно глубину какую-то, которая... Бродский об этом писал. Он говорил, что для него очень притягательна мысль о том, что книги с его стихами, они будут жить, его уже не будет, а стихи будут жить. И он говорит, что всякий раз, когда я берусь что-то писать, я чувствую вот соприкосновение с вечностью, что это будет жить дольше, чем я сам. И оно будет жить уже какой-то своей самостоятельной жизнью, понимаете. И в этом есть опасность, опять же. Потому что, если хорошо, если это какая-то, понимаете, красота, если это какая-то гармония, если это какая-то ну, что-то такое великое, и оно тебя перерастёт, и останется в вечности, и будет всё время свидетельствовать о тебе. О тебе самом может быть быстро очень забудут. Забудут, как ты выглядел, забудут, где ты жил, забудут все детали твоей жизни, но будут помнить всегда твоё произведение. И это произведение будет всё время частью тебя в этом мире. Оно будет продолжением тебя, оно будет жить. И так же страшно, если это что-то плохое, если это что-то посеянное такое, сознательное, понимаете, какое-то какое-то зло, ты, может, сам по себе и не хотел бы так, может, ты и не думал, может, у тебя так случайно вышло. И в этом есть ответственность такая, ответственность художника в том, что один неверный шаг, и, как знаете, вот эта птичка, она вылетела, уже её не поймаешь. Поэтому надо быть очень осторожным и не позволять себе расслабляться. Поэтому вот и критерии, вот вы говорите, какие критерии? Вот и критерии, чтобы вот всё-таки то, что мы делаем, было максимально то, на что мы сегодня способны. Да, это не, это может быть не высота, которая там, Эльбрус какой-то, но та высота, которую мы должны взять, мы должны её взять. И мы должны всё для этого сделать, постараться максимум приложить усилий. Если человек иногда, ну на мой взгляд, я вижу, что человек мог бы и лучше, но не сделал, тогда у меня, может быть, будут какие-то определённые, как у старшего в мастерской, будут какие-то определённые претензии, потому что я буду чувствовать, что просто это не совсем то, что человек сам на самом деле может. А иногда ты чувствуешь, что да, вот это та полнота, та некая мера, на которую сегодня человек способен, ну и как-то ты тогда спокоен. Вот человек тоже по ходу спрашивает, заказала семейную икону в монастыре, наверное, в нашем, выбрал лик Божьей Матери, но иконописец, когда писал икону, выбрал другой лик Божьей Матери. Мне сказали, что он так увидел нашу икону. Почему? Ну вот, потому что иконописцы люди сложные, с ними, знаете, так просто не... Я думаю, что вам надо... Вернее, не то, что надо, а вам можно пойти двумя путями. Есть один путь, это путь доверия, а второй путь бесконечных претензий. И тот и другой путь имеет свои плюсы и свои минусы. Путь доверия это всё-таки довериться, что иконописец не просто так, не из бухты-барахты вот так вот поступил, а что за этим есть какая-то таинственная, такая, знаете, мистическая даже, я бы сказал, такая жизнь самого иконописца, потому что он живёт этим, для него этот образ, который он пишет, это часть его жизни, для него он так же дорог, как и для вас. Вы не думайте, что ему это так вот, как сказать, всё равно. Нет. Может быть, даже, скажу, что может быть, ему даже и дороже это то, что он делает, чем даже вам, как ни странно. И вот если так случилось, что он написал лик, который вы не такой, как вы ожидали, всё-таки вот если пойти путём доверия, то я думаю, что вы не проиграете. А есть путь такой претензии, когда начинаются бесконечные претензии, от человека начинают добиваться, он вроде бы как-то пытается и уже этим претензиям следовать. Ну, тут уже ваш как бы выбор, да, по какому пути пойти. Ещё несколько вопросов, тут у нас уже мало времени осталось, такие они разноплановые. Какие слова можно подобрать для невоцерковлённых детей, у которых есть привычка сквернословить? Ну, сложно, понимаете, наверное, можно подобрать какие-то, но это нужно, знаете, это нужно с этим человеком что-то прожить. Вот есть такой фильм детский, но не детский, вернее, он совсем даже не детский, но молодёжный. Я не помню точно его название, но что-то там связано с назад в будущее, что-то вот такое. Там вот этот фильм показан, как группа молодых ребят вдруг попала, ну, такой он, немножко фантастический, вдруг попала во время Второй мировой войны. Вот современные молодёжь вдруг попали в атмосферу войны. И как для них все эти, а они до этого занимались чем? Они раскапывали черепа, раскапывали какие-то такие вот следы войны, и там как-то порой глумились над этим всём. Вот такие вот ребята, которые совершенно, ну, как бы сказать, ничего святого у них не было. И туда они попали, понимаете, в атмосферу войны, и вдруг увидели, что это всё живые люди, что вот эти все останки, которые для них не представляли никакой такой человеческой ценности, вдруг они увидели, что это всё живые люди, и как они переродились. Вот этот фильм такой, он очень, ну, может быть, так немножко, как сказать, так уже совсем пафосно, но вот он как-то даёт это ощущение. Ну, это фантастика в реальной жизни. Так вот я в реальной жизни говорю, что хорошо бы, чтобы человек вдруг, ну, может быть, вы создадите такие условия, чтобы он вдруг переродился. Но для этого нужно, знаете, ну, я не знаю, ну, может быть, там вам, не знаю, попасть куда-нибудь с ним, там, не знаю, наводнение пережить, там, или пожар, там, или, не знаю, что-нибудь такое вот. Пережить что-то вместе, чтобы у вас появилось доверие такое друг к другу. Чтобы вот те слова, которые вы будете говорить, чтобы они были не просто звучали каким-то таким отключённым чем-то, моралью, которая ничего не даёт, а чтобы они стали живыми словами. Это возможно. Ну, наверное, имеется в виду больше такой простой случай. Вот даже у меня бывает. Там гуляешь с детьми на площадке, маленькие детишки, там, не знаю, по семь лет, по шесть, там, по восемь, такие малышня. И вдруг они такие просто трехэтажные произносят эти все выражения. И, ну, ты понимаешь, вот ты рядом с ним не находишься, тебе как бы деваться некуда. А что? Ну, ты просишь, пожалуйста, там, не надо так разговаривать. Ну, человек, может, даже и хотел бы послушать, но забывает, потом снова это всё, делая тому, что особо на тебе вообще там это верило, повторить. Надо. И что там делать? Сложно. Ничего не сделаешь. Ну, или вот если человек там в классе, это может верующий, какой-то ребёнок спрашивает, он в классе учится, и просто терпеть это, или что? Ну, да нет, как терпеть? Ну, да, надо делать какие-то замечания, надо говорить, надо как-то свою позицию озвучивать, наверное, да, это важно. Даже это важно. Это, может быть, так не, как сказать, не изменит совсем всё в корне, но всё-таки, а кто-то может и задумывается, понимаете? Как-то так, чтобы не ранить с помощью я-высказываний? Мне неприятно это слышать? Да не, ну, ранить, не ранить, но, наверное, это можно и нужно как-то делать, а как именно? Тут очень важно, чтобы было такое, действительно, понимание того конкретного контекста, в котором мы находимся. у нас, например, один священник, он, ну, вообще говорит, что дети, ну, не гуляют на улице, они находятся только на территории храма гуляют. А, да? Да. Потому что во дворе дети ругаются мантом, он не хотел бы, чтобы его дети это слышали, он просто их вот так, просто изолировал. Изолировал из общества. Я так понимаю, представляю, о ком вы говорите, но эти дети, они пока еще не ходят в школу, потому что они все-таки пойдут. Ну, ну, пока вот человек, я просто про... Про выход. Про выход, да, вот видите, выходы могут быть радикальными даже, ну, очень. Но нельзя сказать, что их совсем нет. Они есть, другое дело, насколько они применимы в вашей конкретной ситуации. То есть они не ходят даже ни в сад, никуда? Да. Ясно. Еще таких пару вопросов. Как научиться заполнять пустоту внутри себя, когда понимаешь, что без помощи Бога у тебя не получится? И как сохранять полноту и тепло, которое он дает? И этот же человек, наверное, спрашивает, в Новом Завете является заповедем не только заповеди блаженства, но и все, что в повелительной форме, часто кажется, что и в притчах они есть, в смысле заповеди. Почему их отдельно, как и в Ветхом Завете, не выписать, и как не запутаться? Ну, заповеди, понимаете, они же, это же не какой-то алгоритм компьютерный. Это, это вообще, наверное, строй жизни. Этот строй жизни, он очень-очень такой, состоит из очень многих таких оттенков, что ли. А мне что-то вот вспомнилось, сейчас слушаю тоже книжку «Видеть Бога, как Он есть», архимедридца Завлодния, он говорит, что заповеди, это откровение Бога о самом себе. как бы это выражает, описывает Бога просто о том, как Он живёт, как Он ко всему относится. Да, но я просто прав в том, что вот есть какой-то строй жизни, который нас вводит в эту жизнь, то есть вот в этот такой поток, что ли, вот. И нам нужно находиться вот в этом потоке, искать его, вот, искать то место, то возможность, где бы этот строй жизни присутствовал. И тогда вот всё, что написано в Евангелии, оно оживает, и оно становится для нас, ну, не просто философскими какими-то такими формулировками, а просто реальностью. Вот, ну, скажем, даже в богослужении, вот, понимаете, богослужение, оно чем уникально, что, особенно если это такое богослужение, которое вот человек посещает, вот, ну, вслушивается у него, вживается, может, не один раз прочитывает одни и тех же или слышит одни и те же тексты, вот годами он приходит в храм, и вот эти евангельские события, понимаете, вот эти церковные праздники, вот эти все песнопения, гимны, стихиры, которые звучат, они создают совершенно, как бы, понимаете, особый мир такой, полный такой вот, в такой полноте, в которую мы можем до бесконечности погружаться. И в этом погружении мы начинаем совсем по-другому все видеть и слышать. Как только мы из этого мира выпадаем и просто берем вот Евангелие отвлеченно, так открываем его на какой-нибудь странице, начинаем читать, начинается очень много нестыковок, потому что мы начинаем, как бы, вот, ну, подходить к этому тексту совершенно не с той стороны, что ли, вот я бы так сказал. Поэтому мой совет тут не какими-то руководствоваться логическими выкладками, а просто жить церковной жизнью. И все, что нужно, Господь нам поможет и подскажет. Все, что для нас нужно, необходимо. Кому-то Господь направит так, а нас направит может по-другому вообще. И для нас это будет именно та заповедь, которая нам на сегодняшний день нужна. А так можно запутаться, конечно же. А про пустоту, знаете, ну, с пустотой, наверное, все сложнее, потому что действительно в нас есть эта пустота, но иногда надо потерпеть эту пустоту. Ну да, мы ощущаем эту пустоту. Во-первых, еще не всякий-то ее ощущает, наверное, какой-то тоже определенный результат жизни, понимаете. Человек иногда вот так на исповеди человек иногда говорит, вот я, значит, жил-жил, ходил-ходил, молился-молился, а сейчас я понимаю, что, значит, все плохо. Я говорю, о, так это же результат. Вы же, наконец, пришли к тому, что так бы вы не ходили бы, если бы не молились, так бы вы не знали об этом. То есть вы уже достигли. Человек думает, что это он потерял, а он не, он приобрел. Он приобрел именно такой ценный опыт. А другое дело, что это не конечная остановка. Дальше теперь надо идти дальше. Надо от этого оттолкнуться, от какого-то такого состояния, идти дальше. Но эта остановка, вот этот рубеж, он тоже очень важный. Потому что многие люди даже до этого не дошли. Понимаете? Они не пережили эту свою пустоту, они там не почувствовали, что внутри что-то не так. Все вообще хорошо. Но это не потому, что они живут в полноте и в гармонии, а просто потому, что они как-то и даже несколько шагов в этом направлении не сделали. И поэтому у них так все, все так им легко и просто. Понимаете? Человеку радоваться ощущают? Не то, что радоваться, понимать, что это определенный тоже определенный как бы результат. Вот. И понимать, что это таким является стимулом. И теперь с этой пустотой надо, да, действительно научиться как-то вот с ней, ну, как-то ее наполнять, наполнять ее, ну, наверное, благодатью Божией. А хочется отвлечься и заполнить ее. Иногда приходится и отвлекаться, да, так тоже бывает. Иногда человеку надо и отвлечься, да, иногда нужно и, знаете, что-то там передохнуть как-то себя немножко. Тоже нормально, тоже, мне кажется, что ничего там такого нет. Понимаете, конечно, если мы там возьмем планку Исаака Сирина там или, не знаю, кого там еще, Иоанна Лествичника, это одно. Но я думаю, что не сразу мы к этой мере можем прийти. И, наверное, нужно иногда и человеку иногда нужно и развлечься тоже, может, нужно, знаете. Ну, я про такое, знаете, не то, что там ходить на какие-то дискотеки, там, да, но иногда человеку надо, так, знаете, иногда, может быть, ну, как-то фильм какой-то посмотреть, какую-то книгу почитать, там, ну, как-то действительно эту пустоту иногда не всегда ее можно заполнить только акафистами и молитвами. Но это такое вот понимание, совет такой даю, это даже не совет, а скорее это констатация реальности такой. Для человека, который действительно, но живет он не в пустыне, там, понимаете, не в какой-нибудь калии, там, афонской, он живет, ну, в мире, в этом, где, ну, он окружен все-таки совсем другими реалиями. Но это же не значит, что нужно бесконечно смотреть только фильмы и читать какие-нибудь детективы. Конечно же, нет. наверное, вот в такой период, как вот сейчас идет, предстоит срастная семейство, то можно как-то где-то и напрячься. Конечно. Да, для этого и нужны нам такие вот периоды, где мы должны себя немножечко так, как сказать, мобилизовать, но тоже все в разумных пределах, потому что можно, понимаете, человек иногда может так вот перегнуть палку и до Пасхи он просто уже дойдет инвалидам просто. Он уже будет уже, то есть надо немножко вот эту дистанцию ее чувствовать. Вы знаете, вот мы же все в школе учились, бегали там два километра, там, сто метровки бегали, да, но вот я помню, что есть разница. Одно дело, ты бежишь сто метровку, ну, и ты понимаешь, вот совсем тут немножко осталось, тебе надо сейчас ну, изо всех сил бежать, а другое дело, тебе нужно бежать два километра, тут надо совсем по-другому, тут надо дыхание как-то рассчитать, темп, чтобы ты, может, ты и не первым придешь, так просто, чтобы ты добежал. Ты можешь просто упасть на третьем круге, понимаете, и просто вообще уже не в состоянии двигаться будешь, понимаете. Поэтому перед нами то же самое, перед нами такая длинная дистанция, и на этой длинной дистанции нам не надо сидеть, не надо, понимаете, и где-то отсиживаться. Нам надо двигаться, конечно, но с такой скоростью, которая бы нам позволила всё-таки приближаться к цели, а не просто, как сказать, напрячь все свои силы до такой степени, что потом мы просто не выдержим. Поэтому тут надо так, как бы, да, почувствовать себя, свои возможности. Ну да, чтобы хотя бы просто спать, а то младший человек вообще перестаёт спать. Конечно. И спать, и отдыхать, и как-то гулять. Конечно, всё это нужно. Особенно детям. Я просто знаю, подросток спрашивал, им вообще лучше до 12 спать, лучше до 10. Конечно. И такое основное, наверное, такое Божье послушание, это всё-таки прислушиваться к родителям, тем более себе, благополучие. Очень надрыв вот такой эмоциональный какой-то, даже если он на какой-то, понимаете, на духовной почве происходит, это, ну, как бы сказать, это неправильно. Этот надрыв, этот… Если человек, особенно если у человека есть такая склонность к такому, да, ему нужно как-то обязательно себя, вот как-то, ну, так сказать, в таком немножко… Немножко в таком режиме, да, немножко чувствует вообще. И это не будет, понимаете, каким-то, да, уходом от духовной жизни, от борьбы. Это будет действительно такое очень здравое рассуждение. Здравое, спокойное рассуждение. И в этом будет смирение даже, понимаете. Конечно, нам хочется быть героями, хочется, чтобы все на нас смотрели и говорили, вот это да, вот это вот человек. Вот он, смотрите, он и не спит, он и не ест, он и вообще там всё. Конечно, гордость, как бы она иногда человеку дает такие силы, да. Но… А иногда нужно понимать, что да, я не герой, но я всё-таки тоже как-то в этой обойме такой, понимаете. Я, может быть… Мне кажется, что надо тут как-то найти вот эту вот свою такую… свою такую нишу, да. Очень, дай Бог, да. Особенно, знаете, с годами вот ты начинаешь видеть, как вообще важно… как важно, как-то… Ну, не знаю. Вот я так приведу такой пример. Он совсем не… Как и не об этом, вообще не об этом, да. Но вот как-то так вот жизненная такая вот ситуация. Мы причащали в отделении, и там такое отделение, знаете, в новинках, и там такие в основном пожилые люди, мужчины, пожилые люди такие. Не то чтобы они там все уже такие психически больные. У многих такая вот, знаете, какая-то деменция, вот они такие полусонные какие-то… Психиатрически больные. Не всегда, да. Не всегда могут сказать, как их зовут, не всегда вот как-то они ориентируются в пространстве. Вот они в таком состоянии ещё, может, под таблетками. Ну, так видно, что им непросто, да. Вот. И вот мы пришли в это отделение, там служили молебен, потом была там исповедь такая, и потом на следующий день пришли причащать. Вот. Ну, и знаете, как-то эти люди… Ну, они по-разному реагируют. Иногда они так непонятно вообще, не видно как-то чувствуются, они что-то не чувствуют, проживают. И вот мы причастили, я уже собирал там вещи, хотел уходить, и вдруг один человек подошёл ко мне. вот. И вот он смотрит на меня такими глазами, знаете, вот, просто такими спокойными и такими умиротворёнными глазами на меня смотрит. И видно, что он хочет, хочет со мной поделиться какой-то, какой-то тихой радостью, но в силу своей, может быть, болезни, в силу, в силу своей какой-то вот этой немощи, ему даже трудно подобрать слова, понимаете. Он что-то такое говорит, и ну ей не совсем понятно, про что это. И такие какие-то отрывочные фразы. И вот он говорит, что-то начал вспоминать почему-то своё детство, как он как-то там пас каких-то коров или кого, и говорит, что вот трава, говорит, земля. И так он это говорит, понимаете, он меня так смотрит, и столько в нём этого света, такого вот настоящего, такого красивого. И мне так радостно стало, я смотрел на него и думаю, вообще вот это такая вот прямо, прям вот действительно вот так даже уходить не хочется. Он говорит, земля, земли, земли, говорит, много. И так он и руками так разводит, земли, говорит, её очень много. И так, понимаете, я смотрел на него и думал, вообще так. То есть иногда бывает нам, понимаете, мы иногда сами себе придумаем какой-то такой вот нереальный стереотип такого, что должно бы быть в нашей жизни. А тут в такой простоте вот это отделение, вот эти люди, понимаете, ну, вообще, ну там совсем это всё такое. Тут рядом санитары, что-то кричат, кто-то там, понимаете, кого-то привязали, тут какие-то таблетки дают. Ну, вот на фоне вот этой прозы, вот такой вот, ну, какой-то совсем неприглядной картины, вдруг человек, вдруг он просто в таком спокойствии, в таком благодушии, вот он как-то как будто бы вне всего этого. И это такая свобода, такая царская, понимаете, ну, как бы вне этого времени, вне этих условий. И вот мне кажется, нам надо тоже постараться иногда так уметь порадоваться, порадоваться таким простым вещам, что вот, что всё, что, ну, в нашей жизни, может быть, есть то, что на сегодняшний день нам Господь нам дал, и как-то это заметить, как-то. И не, ну, не мучить и себя, и ближних, и там, не требовать от кого-то что-то сверх того, что они могут там, и не могут, может, нам дать на сегодняшний день, понимаете. Но вот как-то этот пример, мне как-то, знаете, иногда бывают какие-то жизненные эпизоды, они как-то так остаются в памяти. Вот у меня он в памяти, я всё, так время от времени к нему возвращаюсь, и думаю, вот интересно вот этот опыт соприкосновения с человеком, с его, ну, вот какой-то такой благодатью, он очень важен. Вот этот пример как-то мне хотелось сегодня привести, чтобы, и мы тоже вот как-то были внимательнее, потому что можно было сказать, что отмахнуться, сказать, что ну что тут, надо мне бежать, тут уже дальше, надо быстрее, там что-то, понимаете. Ну то, что я в принципе часто и делаю, да, вот так вот по немощи. А так остановиться, просто посмотреть, послушать, и так разделить с человеком его радость. и как-то частица этого света, радости, она меня тоже коснулась. Я потом шел, и как-то мне было так хорошо вообще, и думаешь, надо же вот такая вот, как-то через этих людей порой, ну, тебя касается радость, да. Поэтому старайтесь, будем все-таки, да, жить, будем радоваться, будем находить в тех обстоятельствах нашей жизни, ну, ту, тот свет, который он, он там и есть, да, но надо его только постараться разглядеть. Спасибо большое, Батюшка, за ваши такие поэтические примеры. Надеемся, что как-то они нас на что-то вдохновят, принесут плоды. А тем, кто задавал вопросы, большое спасибо. Будем рады вашим комментариям. Кто прямой эфир не видел, то выложим запись, ссылку на YouTube канал, там будет эта запись сохранена. В общем, всем спасибо. Ваши поддержки. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok,